Сегодня в парке Горького происходит забег Night Run, второй из серии из трех забегов Гран-при, Хатерского Гран-при. И сегодня будет очень много людей, сегодня будем бежать в поддержку Влада Хильченко, спортсмена, который, к сожалению, получил серьезную травму. Нам нравится заниматься бегом, но здесь, в первую очередь, ради своего друга Влада. Мы пришли его поддержать и помочь чем можем. Помочь человеку в такой сложной ситуации, мне кажется, это реально круто. И чем больше людей будет к этому приобщаться, это объединяет, во-первых. Во-вторых, это здоровый образ жизни. Пропаганда, это, наверное, лучше, чем что-либо другое. Я уже три года бегаю в Гран-при и участвую в других беговых стартах, в том числе в Харьковском марафоне. И в том числе в триадонах стартах тоже. Нет, ну я давнее бегаю, нравится, интересно. Вот, и приобщаюсь. Триадон бегу, бегу, бегу. Вообще классное мероприятие. Мы бегаем уже не первый раз, нам очень нравится. Море позитива, энергии и заряда на будущее. То есть очень классно. Я бегаю с детства, у меня родители просто спортсмены, и они мне приявили любовь к спорту, поэтому как бы я хожу здесь и спортом, и с бегом тоже. В прошлом году участвовал второй раз. Три этапа, разная сложность забега. Первый был, это мы бегали в Матоническом саду, был трейл-ран, сегодня найт-ран, и в октябре будет городская десятка. Сегодня самый скоростной забег. Кроме того, он проходит ночью. Это очень романтично и классно. Мы бежим в небольшой компании, это харьковские триатлеты, Харьков Айрон Тим. Все занимаются триатлоном, бегом, все это любят. И нас сегодня, наверное, будет около 10 человек. Наш тренер сегодня, один из тренеров, будет бежать. Поэтому мы, в общем, очень заряжены на победу. У нас будет два круга по парку, по аллеям. Ну, тут довольно сложная трасса, в плане маршрута сложно описать, но в целом это два круга. Сегодня мы бежим в дистанцию 5 километров. Ну, в принципе, много тут сумасшедших, которые решили побегать ночью. Вообще-то должны были бежать фонариками, но так как в парке хорошо освещается, поэтому они не понадобились. Мы оттого были еще на пару кругов. А так... Ну, мы просто бежали в паре, свободно, как бы друг другу помогали. Да, вот вдвоем, вдвоем это, наверное, веселее. Прежде всего, это была победа, ну, собственно, рекорды, победа над самим собой. То есть я хотела себя проверить, свой результат какой-то достичь. Больше проверить свои результаты тренировок, скажем так. Встречения вообще замечательные. В принципе, я хотелось бы таких забегов почаще, потому что, насколько мы знаем, побеги проходят часто. Но вот именно благотворительно. Это, в принципе, очень приятно. И приятно, когда ты не просто бежишь, а еще в коне получаешь удовольствие и помогаешь. Поэтому, в принципе, очень понравилось. Круто вообще. Еще начну я. В общем, два раз участвовали. Это ненормальная идея, но она крутая. Главная интрига. Я не смотрела ни видео перед этим, которое в предыдущих забегах мечтала. В общем, для меня полная неожиданность. Точно так же, как и трейл был. Главное добежать. Для меня. Я просто новичок, в принципе, в беге. Ну, наверное, лето только тренируюсь. В этом году первый раз как бы к бегу вообще приобщился. Ну, организация нравится. В Харькове хорошо, что не нужно никуда ехать. Все, побольше таких мероприятий. Все очень круто. Хорошая трасса, хорошие люди, море позитивных эмоций. Все спортсмены. Очень много мотивации. Очень классно. Ну, я бы хотела, чтобы больше, да, было таких забегов. Потому что спорт объединяет людей. И, в общем, это здоровый образ жизни, молодежи, например. Ну, я бы сказал, что это, во-первых, определенное событие в городе. Пускай небольшое сегодня, но, тем не менее, оно добавляет городу какой-то шарм, добавляет городу веселье. Я думаю, сегодня все, кто пришел в Харьково, будут рады нас видеть. Бегущими будут кто-то с улыбкой, кто-то, возможно, будет думать, что серьезно можно будет попробовать в следующем году заняться тем же самым. Может быть, кого-то этот забег вдохновит. Субтитры сделал DimaTorzok